На дне Ладожского озера найден легендарный сторожевой корабль «Пурга». Его искали 76 лет. Советские и российские специалисты нашел белорусский водолаз Игорь Матюк. Это первый из кораблей, который после начала блокады доставил груз в Ленинград. Все подробности у Дениса Алексеева. Вот мы как идем курсом, представьте, какое расстояние. Дальше объекты, объекты, объекты. Родом из Белоруссии. Он уже три года живет в окрестностях Петербурга. Один из опытнейших водолазов мира Игорь Матюк исследовал половину Ладожского озера точно. Его силами на поверхность были подняты десятки единиц военной техники. Отыскать на дне озеро, которое в годы блокады буквально кипело от бомбежек немецких юнкерсов, среди скопления потопленных судов и самолетов флагман ладожской флотилии «Пурга» оказалось делом чести. Делом, которое десятки его предшественников так и не смогли завершить. «Пургу» искали долго, понимаете. Все знали примерно ее район затопления. Но, как всегда часто бывает у нас, ситуация была в следующем. Ее поднимали по отчетам, там много чего достали. А когда я нашел понтоны подъемные и плашководы, то есть я понимаю, что операция по подъему механизмов «Пурги» не до конца завершилась успехом, потому что на дне просто груды металла. И плюс корабли, которые ее пытались спасать, поднимать, они тоже пострадали и тоже затоплены. Осиновецкий маяк – один из самых высоких в мире и одноименная бухта. В годы блокады – конечная точка водного маршрута дороги жизни. Именно сюда 1 сентября 1942 года возвращался сторожевой корабль «Пурга» после боевой операции. За кораблем охотилась почти вся немецкая авиация. И очередная бомбардировка оказалась трагичной. «Пурга» – корабль, который спустя 4 дня после установления блокады, первым доставил к осажденному Ленинграду более 60 тонн боеприпасов. Всего за одну осень 1941-го совершил более 20 рейсов из Осиновца в Новую Ладогу. Флагманом перевозили технику, продовольствие и людей. Оснащенный артиллерийскими установками, он обеспечивал поддержку с воды сухопутных операций. Долгое время успешно отражал авиационные обстрелы барш, курсировавших по дороге жизни. Пока «Пурга» была в строю, фашистские катера не рисковали бороздить. К слову, во многом благодаря именно «Пурге» те самые фашистские катера и «Юнкерсы» оказывались на дне Ладожского озера. Среди нескольких сотен кораблей, баршей и авиаснарядов, бесчисленное множество которых впоследствии и мешало отыскать легендарный флагман. Уникальные кадры подводной съемки. Первое свидетельство того, что «Пурга» найдена спустя 76 лет. Куски стометрового корабля, покрытые илом, найти полдела теперь важно суметь поднять. Историческая находка, которую уже ждут на берегу в музее «Дороги жизни». Часть корабля планируется увековечить и сделать еще одним монументом зеленого пояса славы. Мемориала в память о подвиге города-героя и его защитников. Мы уверены, что этот нос «Пурги» будет поднят и будет установлен на территории нашего музейного комплекса как символ гордости, славы. Потому что «Пурга» на самом деле – это известный корабль, известное судно. Оно внесло огромный вклад в победу, вклад в доставки продовольствия в наш город. Эскиз петербургского архитектора, наброски памятника флагману Ладожской флотилии. Работа над проектом уже ведется полным ходом. По мере того, как будут доставаться эти объекты, мы, естественно, будем работать с каждым отдельно. Но кажется, что прежде всего это должны быть какие-то сохранившиеся элементы и обязательно перечень всех героев, всех людей, которые погибли на этих судах, на этих объектах. И мне кажется, что самое главное – это, как, собственно говоря, нас учили еще и в детстве, и в юности, никто не забудет, ничто не забудет. Уже в начале лета ювелирная операция по подъему элементов пурги наконец стартует. А еще одна страница героической истории города боевой славы будет увековечена при хорошем раскладе к очередной годовщине снятия блокады, то есть к январю 2019-го. Денис Алексеев, Татьяна Клепча, Сергей Фадеев, Андрей Кочура и Владимир Канищев. Вести. Ладожское озеро. Ленинградская область. Продолжение следует...